Итак, друзья, открываем спор на сайте Алиэкспресс, прям вместе с вами это сейчас все сделаем. На данный момент это у меня мобильное приложение Алиэкспресс, потому что, возможно, вы сидите там с обычного браузера мобильной версии или, допустим, с компьютера. Там чуть по-другому, схема та же, но интерфейс чуть другой, там другие кнопки. Поэтому, если интересно вам, так же пишите, сделаем и для ноутбука, как открывать спор на ноутбуке или с обычного браузера мобильного. Но, я думаю, у многих уже есть мобильное приложение, поэтому на данный момент именно с приложения открываем спор и возвращаем денежку. Надеюсь, мне ее вернут. На данный момент это у меня вот эта лампа, как видите, значок вверху Xiaomi, и в описании также указано, что это фонарь Xiaomi. Но у нас на распаковке, на обзоре она была, и это вообще никакая не Xiaomi, даже рядом не лежала. Поэтому будем открывать спор, потому что нафига меня здесь обманывать. Я заплатил деньги за Xiaomi, получаю лампу обычную какую-то там за пару копеек. Вот, поэтому, ребят, смотрите, возвращаемся в заказы. Вот ваши заказы, это мои заказы. Выбираю вот эту лампу, нажимаю на нее. И здесь внизу есть кнопочка «Открыть спор». Прямо под рисуночком «Открыть спор». Нажимаем. Открывается страничка, где мы открываем спор, и нам надо вот это, где звездочка, мы все обязательно указать. Значит, статус доставки. Выбираем. Товар приехал частично или полностью, или товар не приехал. Мы выбираем товар приехал частично или полностью, потому что мы его получили. Выбирайте причину из списка ниже. Выбираем. Товар больше не нужен. Товар не соответствует описанию. Проблемы с качеством. Товар поврежден. В посылке не было некоторых товаров. Товар не соответствует, наверное, описанию. Вот это. Так, выбирайте причину из списка ниже. Опять же. Модель не соответствует описанию. Размер не соответствует. Цвет не соответствует. Материал не соответствует. И стиль не соответствует. Модель первая. Так, выбирайте причину. Так, я выбрал. Что хотите, что хотите оформить. Выбирайте, пожалуйста, последний этот вариант. Что мы хотим? Мы хотим возврат товара и денег, или только возврат денег. То есть, мы хотим или просто вернуть деньги, и товар обратно продавцу отправить, или же оставить себе товар и деньги за него вернуть. Поэтому, ну, я буду, конечно, первый вариант, потому что возвращать обратно эту лампу за 4 доллара в Китай, это доставка будет дороже, нахер мне не надо. Так, выбрал. Сумма возврата. Укажите сумму от одного цента до максимума. Ну, у меня стоит максимум нормально, все, что я заплатил. Так, способ возврата. Приемка. Отправляйтесь на почту, чтобы отправить посылку. Так, я не хочу никуда ничего... Ой, блин, я не то выбрал. Только возврат денег. Вот, вот это. Только возврат денег, все. Так, 4.22, все нормально. Вот, дополнительная информация. Вот, дополнительную информацию мы сейчас здесь и укажем, почему мы хотим вернуть денежку. Пишем. Это не... Это не Xiaomi. Так. Меня обманули. Я очень огорчен. Верните мои деньги. Так, все, я написал. Ну, там можете написать, проблема какая у вас. Там, не знаю, что-то разбито не то или сего. У меня, как бы, проблема это, что меня обманули, это не Xiaomi. Так, загрузите соответствующее фото и видео. Сейчас мы можем добавить еще, значит, или фото, или видео, доказательства. Ну, у меня видео, какое видео? У меня видео нет, я сейчас буду добавлять фото. А фото я-то все сейчас покажу, что я буду добавлять. Смотрите. Выбрать из... Выбрать фото из галереи. Открывается галерея. Так. Значит, смотрите, что у меня тут. У меня тут есть скрины, где я все это показал. Ага, можно выбрать только одну фотку, да? По одной фотке выбирать или что? Сейчас попробуем. Готово. Блин. Короче, не получилось мне добавить все фотки. Блин, нажал сразу кнопку отправить. И не могу здесь найти, как добавить еще остальные фотки. Написать продавцу, отменить. Посмотреть историю, посмотреть историю. Ну, вот то, что я создал. Вот эта фотография, что я добавил. Что вот в описании Xiaomi. Значок так же, что это Xiaomi. А пришло мне не Xiaomi. А вот то, что мне пришло, я, блин, не добавил. Надо было еще фотку, то, что мне пришло. Вот. Я хотел добавить фотографию. Что я получил вот такое дело. И вот такое. Нет здесь никакого Xiaomi. Ладно, подали заявку. Сейчас Алиэкспресс приходит нам на помощь. Почему-то странно. Сразу Алиэкспресс приходит. В основном у нас продавцы принимают решение. Если уже с продавцом не пришел с согласием, тогда уже Алиэкспресс это решает. А тут сразу Алиэкспресс приходит на помощь. Ладно, ждем ответа. А потом вам покажу продолжение, как это будет. Ребят, не прошло и 5 минут. Смотрите. Вот наши заказы. Вот наша лампа. Заходим сюда. И есть уже информация. Как видите под фотографией. Информация о возврате. Была кнопка типа открыть спор. Потом типа ждем решение. А сейчас информация о возврате. Заходим сюда. И видим. Обрабатываем заявку. Проверяем, можно ли оформить возврат. Обычно это занимает до 3 рабочих дней. А вверху заявка на возврат. Сейчас она в обработке, как видите. Зелененькая. Доллар. И потом стадия у нас завершена должна быть. Сумма возврата 4.22. Возврат на банковскую карту также 4.22. Полный возврат мне. Подтвердили по ходу получается. Срок возврата от 3 до 20 дней. Способ возврата. Что-то там оригинал. Это лампа. И внизу есть история возврата. Смотрите. Нажимаем. И пишет, что у меня как бы была заявка на возврат. И сразу же в этот день обрабатываем заявку. То есть мне сразу Алиэкспресс за 5 минут подтвердил возврат средств. За то, что это подделка. Возможно или уже продавца куча этих. Споров по этой лампе. Или я не знаю с чем это связано. Но короче. Жду возврат денег. Потом опять же включусь. Покажу, что там будет в итоге. Ждем. Итак, друзья. Смотрите. Пришло мне уведомление. Вот самое верхнее. 6 минут назад. От Приватбанка. Значит. Зарахование 4.22 доллара. Вот. На мою карту пришло 6 минут назад. Заходим в Алиэкспресс. Вот наш заказик. Давайте посмотрим. Так. Информация о возврате. Грузимся. Ну. Опять же. В обработке у нас висит. Но. Не знаю. Возможно потом будет обновление информации. Будет уже завершено. Потому что только 5 минут назад. Как пришли деньги на мою карточку банковскую. Вот. И получается вот эта сумма 4.22. То есть я получил полностью весь стопроцентный возврат. Плюс эта лампочка типа Xiaomi у меня также осталась. То есть я получил и деньги и товар. Оставил у себя. Вот таким вот способом, ребят. Можно это все возвращать деньги за товары, которые вам продавцы втихают. Как типа Xiaomi. Я думаю, что таким вот способом надо наказывать недобросовестных продавцов. Потому что они. Если вы не будете ничего делать. Они и дальше будут делать с покупателей лохов. Потому что они будут видеть, что им за это ничего нет. А если вы будете наказывать таких продавцов. Они будут понимать, что с нашими ребятами не надо связываться. Потому что они останутся и без товара и без денег. Поэтому это лично мое мнение. Вы пишите свое в комментариях, как вы считаете. Пишите, какие видосы вам еще отснять. Подписываемся на канал. Ну и ждем очередные интересные видосы. Дальше много чего интересного. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok